Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя наша недельная глава – «Имор». «Имор» – эта недельная глава относится главным образом к коинам, и здесь объясняются праздники немножко. «Наказ блюсти святость для дан всей общины для Израиля, но коины должны соблюдать еще и дополнительные законы, ибо они совершают служение Всевышнему в его Святом Доме в храме». Значит, самый приближенный к Всевышнему получается у нас – это коины. Сперва коины, которые служат в храме, самые близкие, потом Левиим, который помогает коинам, а после этого идет Исраиль, рядовые евреи. Значит, коин, он должен сохранять свою святость, что не требуется от остального народа, тоже требуется от остального народа, чтобы они сохраняли святость, но не до такой степени, как это делают коины. На что это похоже? Это похоже на то, что одного человека взяли во дворец на должность главного повара и сказали ему, «Ты отвечаешь за приготовление всех блюд, подаваемых к садскому столу. Если делаешь закупки на базаре, ты хоть раз притронешься к мертвой туши, то к тебе пристанет ее запах, и сад почувствуй его в пише, посему берегись, перекоснешься к мертвичине». Вот это простой пример, что коинам нельзя затумляться. Значит, трогать мертвые животные или даже, когда, не дай Бог, кто-то умирает, трогать мертвого человека или даже части тела мертвого человека или даже находиться по одним крыше, где есть мертвый человек. Подобно этому коины, приносящие жертвы в храме, не должны осквернять себя при коснении к мертвой плоти. Но это не значит, что происхождение трубной тумы материально – это нечистота духовного свойства, предустановленное всемогущим. Это значит то, что мы говорим тума, нечистота, его нельзя ошипать руками, его нельзя видеть глазами, его, может быть, какие-то отдельные тонкие люди могут его чувствовать каким-то образом, но это невозможно показать. Заповедь предохраняться от нечистоты, присущей мертвым телам, относится коинам во всех поколениях. Несмотря на то, что у нас сегодня храма нету, все равно коины не имеют права осквернять себя мертвыми телами. Им нельзя ни притрагиваться к трубу, ни находиться с ним под одной крышей. Они должны из своих маленьких детей приучать избегать соприкосновения с мертвыми телами. Однако законы не относятся к женщинам. К женщинам эти законы никак не относятся, к женщинам, к дочерям коинов или жен коинов. Их это не касается, они потому что не работали в храме, они не несли храмовую службу. Женщины не совершают служения в храме, поэтому им не надо поддерживать тот высокий уровень чистоты, который обязательный для коинов мужчин. Раз из-за хавы первые женщины люди стали смертными, то женщинам не удостоены были доли святости, которые приобретают, избегая прикосновения к мертвым телам. Мы знаем, что когда человек согрешил, первый человек Адам, значит, он не по своей воле совершил этот грех, а его, значит, привел к этому хава и его жена. И помним, что хава тоже соблазнил змей, чтобы она сделала грех. Поэтому женщинам уже не дано этот закон, чтобы они выполняли какую-то храмовую службу. О соблюдении законов о чистоте освобождены также и халалим, коины рождения запрещенных браков. Однако коины с телесными изъянами, хотя и не могут совершать служение в храме, о чем будет рассказано ниже, тем не менее не должны притягиваться к трупам. Значит, есть такие коины, которые называются халалим, мы будем перечислять. Коинам нельзя брать в жены определенных женщин, например, нельзя коину брать женщину, обыкновенному коину нельзя разведенную женщину брать в жены. Если он взял, значит, нарушил закон. Дети, которые рождаются от этого брака, называются халалим. Значит, этим коинам нельзя кушать жертвы в храме, но они тоже должны, и они как бы не должны, на них нет обязанности сохранять свою святость. Они могут притягиваться и находиться в одном месте, где есть мертвые. Но есть коины, которые они с увечем определенными, которым не разрешается в храме работать, но они должны сохранять свою святость. Коину нельзя притягиваться даже к куску мертвой плоти или органу от мертвого тела. Несмотря на то, что соблюдать закон о чистоте весьма трудно, коины всегда придерживались их с большим тщением. Коин Йосиф Бенпикхин мучительно страдал от воспалившейся раны на него. Чтобы спасти его, лекари решили ампутировать ногу. И что, когда ампутировали его ногу, сын его стоял рядом с ним. И когда они уже дошли и резали, уже пошли, отделяли ногу, тогда он сказал врачам, когда вы дойдете, останься немножко, предупредите, чтобы сын его вышел от него, чтобы он не затумился. Мы видим, насколько коины, они даже несмотря на то, что вот были в таких страданиях, но они очень четко выполняли и старались не затумляться, чтобы, не дай Бог, не привести к греху. Мудрости относят к этому коину стих из книги Коэлит. Есть праведник, гибнувший своей праведностью, истолковывая его так, даже если праведник страдает так сильно, что жизнь его вот-вот прервется, праведность его останется с ним. Однажды случилось так, что два коина на перегонке помчались вверх пандуса жертвенника. Значит, к жертвеннику вел пандус, где коины поднимались для того, чтобы делать свою службу. Значит, утром самая первая служба, это был такой вид службы, когда поднимались коины и брали оттуда горсть пепла, и этот пепел потом брали, его ставили в углу храма. Она была работа из одних легких, и два коина заходили быстро, кто там, кто первый туда доходил, вот этот коин, он приносил эту жертву, он делал вот эту работу, и теперь два коина, они помчались туда, и один видит, что не может догнать другого, тогда он взял, вонзил другому нож в сердце. И тогда пришел отец второго, посмотрел, еще было немножко дыхания, сын еще не умер, он зовет людей, говорит, быстро достаньте нож, пока он не умер, чтобы нож не осквернился, чтобы нож не затумился. Мы видим, люди коины, это было во времена второго храма, даже они не обращали так сильно, что у них кто-то умер, а насколько они, значит, волновались, что затумится там какие-то вещи, какие-то люди. Но, конечно, мудрецы их немножко упрекают за это, потому что они человеческие жизни не столько синились, сколько они синили сами заповеди. Но ведь заповеди даны, чтобы мы жили в них, а не дай Бог не умерли. Но мы видим, как они к этому относились коины. коин обязан нарушить запрет прикосновения к трупам в случае смерти ближайшего родственника или для захоронения мед-митсва. Что значит мед-митсва, мы сейчас объясним. Есть два разряда покойников, ради которых коин обязан стать нечистым. Если ему сообщают, что скончался кто-то из его ближайших родственников – жена, мать, отец, сын, дочь – вот пять из них брат или незамужняя сестра, то его долг – оплакать умершего и проводить его последний путь. В день похорон он не участвует в службе. Жена коина Иосифа умерла в канун Песах. Иосиф не хотел идти на ее похорон, чтобы не стать нечистым и потому негодным для служения по принесению пасхальной жертвы. Однако коины сказали ему, что он обязан участвовать в ее похоронах. Но если коин принял участие в похоронах, то кого-то из своих родственников, отчего стал нечистым, он не может рассуждать так. Раз уж я все равно нечист из-за, к примеру, отца, так я похороню и еще кого-нибудь. Так нельзя говорить, потому что он, то, что затумился, стал нечистым, это поторий разрешается ему. Но то, что уже второй человек, которому ему все равно нельзя прикасаться, он не должен прикасаться к нему. Коин обязан нарушить запрет прикосновения к мере. Все в том случае, если он заметит медь месва, медь месва это труп, обнаруженный в безлюдном месте, где в пределах слышимости нет никого, кто мог бы совершить захоронение. При таких обстоятельствах коин, он сам должен его захоронить. Это может быть в пустыне, это может быть в горах, это может быть по дороге, где-то раньше людей, машин не было, не было самолетов, люди странствовали, люди ходили. И может быть человек, не дай бог, кто-то умер по дороге, он нашел его и видит признаки еврейства у него, скажем, у него или тифлин, или там типа видит что-то дерево, или даже может быть его знакомый, он не может его потащить на себя, и эта дорога длинная, тогда на него обязанность взять этого человека похоронить. Даже коин-гадоль, которому даже запрещено оскверниться своими родителями, то когда такой медь месва, такой человек, ему значит подвернулся такой случай, он должен взять похоронить такого человека. Браки, запрещенные коином. Какие браки запрещены коином? Тора запрещает коину брать в жену, этот закон актуальный и последний. Вот все эти законы, которые относятся к женитве коина, до сих пор они должны сохранять и сохраняют. Халалу. Халала – это дочь коина, рожденную от запретного для ее отца брака. Например, от союза коины с блудницей или разведенной. До этого мы сказали, что коину нельзя брать разведенную женщину. Зону блудницы в данном случае женщины, имеющие запрещенные связи. Георь – это обращенный, он может жениться только на еврейке по рождению. Даже если кто-то стопроцентно принял Георь, коин не может на ней жениться. Геруша, разведенный. Почему Тора накладывает на коина такие ограничения мысли мужа, подверженные влиянию жены. Частота и святость священника превышает чистоты и святости прочих людей. Поэтому Тора требует, чтобы женой его была та женщина, чье происхождение и прошлое не имеет изъяна, чтобы не отвлекать его от святой задачи. Если коин брал в жены женщину, в брак с которой был для него запрещен, то беддин принуждал его с ней развестись. Значит, еврейский суд обязывал коина развестись с этой женщиной. Дочь коина за прелебедение каралась казнью через сожжение. Для девушки из другой семьи наказание за то же самое преступление было удушение. Менее суровый вид наказания. Совершая прегрешение, дочь коина оскверняла тем самым число всего клана священнослужителей. Поэтому ее преступление было более тяжким. Мы где видим пример этому? Когда Тамар доложили Иуде, что Тамар, она, значит, беременна, тогда Иуда сказал, что возьмите ее и сожгите. Тамар была дожкой Шема, и Шем тогда был коина. Это еще до, значит, того, что как евреи получили тору. И те времена тоже евреи знали, сыновья Якова знали законы, но несмотря на то, что они не были обязаны соблюдать, но они соблюдали. Поэтому он сказал, что вынесите ее, сожгите. И в итоге, когда мы помним, что Тамара, когда судили, она сказала, что вот этот тифелин и этот посох, этот печать, кому принадлежит, вот от него я беременна. И оказалось, что это по дороге, когда Иуда ходил, это она была беременна от Иуда. В итоге Иуда признал свою вину и отпустили Тамар. Но мы видим, откуда берется закон, что дочь коина, если она блудит, то ее надо сжечь, а обыкновенную еврейскую девушку, если она, не дай Бог, блудит, тогда ее надо забросать камнями. Мы обязаны штить коинов. Мы должны дать им уважение везде. Тора повелевает нам, оказывает коину предпочтение во всех общинных делах. На торжественном перу ему подает первому. Значит, если у нас застолье, тогда первому, если подает там что-то, должны подавать коину. Во время омовения рук перед терапезой его пропускают первому. Ему предоставляют честь читать для всех благословения над хлебом. Если, скажем, коин у нас за столом, не может простой человек взять благословение над хлебом и раздавать людям. Если он такое хочет сделать, то коин должен, он должен брать рукой на разрешение. Коин должен разрешить ему, с тем он может сделать. Но если у коина разрешение не брал, это тогда должен делать коин. Ему предоставляют право вести посреди трапезную молитву. Беликат Амазон тоже читает для всех, или точнее благословение начинает коин. Первым, который вызывает коина, вторым левита и затем всех прочих евреев. Значит, когда у нас выносится сифир Тора, мы читаем Тор по субботам, будням, тогда первое благословение, которое поднимается, это коина. Мы не имеем права, когда коин в синагоге сидит, поднимать туда, продать эту алью, поднимать туда кого-то другого. Второе, это леви, но если леви нету в синагоге, есть только коин. Коин читает и за себя, и за леви. Получается, две альют достаются коину. Отличая коина, мы воздаем почести всемогущему, избравшему их для совершения служения ему. Раб Прейда прожил 400 лет. Ученики спрашивали его, благодаря каким заслугам удостоился ты столь долгой жизни? Он ответил всю свою жизнь, я был тщательным в трех вещах. Ни разу не было, чтобы кто-то пришел в дом учения раньше меня. В присутствии коина я никогда не читал благословение над хлебом, а всегда предоставлял эту честь коину. Я никогда не ел мясо животного, не отделив сперва те части, которые определены в дар коина. Лопатки, челюсть и желудок. Это заповедь даже сегодняшний день мы можем выполнить, когда мы режем каких-то животных, чтобы раздать бедным или кому-то. Мы можем дать лопатку, челюсть и желудок можем дать коину. Чтобы стать превосвященником, коин должен обладать пятью качествами. Значит, какие качества должны быть у коина. Все коины святы, но превосвященник святой из святых. В сан его посвящал большой санедрин, состоящий из семидесяти одного человека. Вступая во служение, он надевал восемь особых одеяний, а во времена первого храма он помазывался особым маслом помазания, а во времена второго храма этого масла уже не было. Во времена первого храма его мазали, как царей, царей тоже мазали этим маслом. Вступая во служение, он надевал восемь особых одеяний, это сказали, какими качествами должен был обладать коин, чтобы иметь право совершать служение превосвященника. Мудрость выступала главнейшим требованием. Он должен был мудрым в Торе. Совершая служение, превосвященник представлял весь народ для совершения этой задачи. Он должен был быть великим в Торе. Приятная наружность, хотя внешняя красота и не является существенным важным качеством, подобало из почтения к Всевышнему и храму, чтобы превосвященник был хорош собой. Подобным образом, когда мы выбираем для месвы из нескольких предметов, один нам приличествует брать самый красивый. Значит, даже если коин был некрасив, когда его выбирали на службу коин-гадоль, он ростом сразу становился выше и у него появлялась красота. Физическая крепость служения в храме требовала больших усилий. Например, труднейшую службу Йом-Кипура ему приходилось выполнять постясь. Ааром был невероятно силен. При посвящении левитов Ааром поднимал каждого в воздух и размахивал им взад и вперед, вверх и вниз. В один день он проделал это с двадцатью двумя тысячами мужчин. Значит, Ааром поднимал их одной рукой, значит, чтобы посвящать коины, делал их вверх и вниз и в другие стороны. Сила Аарона была исключительной, но и все коины известны были крепостью своих мышц. Коины, значит, были сильным народом и до сих пор мы увидим большинство коинов, они очень, значит, физически сильные и духовные. Если они учат Тору, то это дается им очень легко. Богатство. Значит, превосвященник должен был быть богатым. Но если все другие качества есть у превосвященника, а богатства нет, тогда что надо было сделать? Тогда приносили остальные коины, обогашали этого коина, чтобы он не нуждался ни в чем, чтобы он жил на широкую ногу. Возраст. Было предпочтение, чтобы превосвященник обладал достоинством и опытом, а они приходят в зрелую элита. Однако на практике Бит-Дин избирал превосвященника безотносительно его возраста. Если он обладал всеми прочими качествами, в частности, если сын превосвященника может занять место своего отца, то ему отдавалось предпочтение перед остальными коинами, даже если он был молод. От еврейского царя тоже требовалось пять перечисленных качеств. Однажды первосвященник был назначен Пинхас Каминотёс. Обыкновенный человека выбрали первосвященника. Коины отправились к нему и заставили его в Каминотёмне за работой. Тогда они до верху усыпали Каминотёмню золотыми монетами, исполнив тем самым свою обязанность обогатить его. «Ежели превосвященник Иллиса не был хорош с лицом, или ему недоставало крепость и мышц, то происходило чудо, мудрецы рассказывают, что когда его помазывали маслом помазанием, его внешность чудесным образом преображалась, из мелкого он делался высоким, а из хилого – крепким». Значит, это когда мазали его маслом. Наверное, во времена второго храма этого чуда уже не было, а во времена первого храма вот происходило такое чудо. «Когда великан Галиад потребовал, чтобы кто-нибудь из евреев вышел к нему на единоборство, помним мы этот Галиад и Давида, Давид вызвался сразиться с ним, его привели к царю Шаулю, царь с подозрением уставился на юного пастушка, явно неопытного в ратных делах. Что привело тебя к мысли, что ты можешь убить этого великана?» – спросил он. «Когда я охранял отцовские стада», – сказал Давид, «на них часто нападали дикие звери. Однажды на стадо одновременно напали три медведя и четыре льва, но твой слуга сумел убить их всех. Почему Всевышний совершил для меня чудо?» Он наверняка хотел показать, что так же, как помог он мне перебить зверей, поможет он мне и избавит евреев от врага. На самом деле Галиад был очень высоким, сильным, и никто не мог устоять перед ним. На Шауле произвело впечатление упования юноши на Всевышнего. «Ступай, и прибудет с тобой Всевышний», – сказал тогда царь Давиду, «позволь мне дать тебе мои доспехи и шлем». Мы знаем, что Шауле, он был высок всего народа. А царь Шауле был на голову выше всего другого народа, и потому его доспехи были велики Давиду. Но Давид был тайно помазан на царство маслопомазания, обладающим чудесной способностью переображать телосложение царя или превосвященника. Как только он надел доспехи Шауле, его рост чудесным образом увеличился, и броня пришлось ему впору. Шаул заметил, что Давид внезапно сравнялся с ним ростом и испугался. Он понял, что означало это чудо. «Стоящий перед ним юноша был будущим царем. Давид, взглянув на Шауле, понял, что с ним происходит, и снял доспехи. Прости, сказал он, но я не привык к такому снаряжению». Эта история на Вильнестанаха мы все помним, там описывается, как бы, что Давиду были они и велики, поэтому Давид их не одел и не взял сшит, а вышел с камушками и с рогаткой. «Масло помазания не только изменяло телесложение помазанника, но и давало ему силу и энергию. Когда Шаул был помазан на царство, как гласит стих из первой книги Шмуэля, и сошел Дух Божий на Шауле, тоже говорит стих, и о помазании Давида, и нисходил Дух Всевышнего на Давида с того дня и позже». Первосвященники, служившие в первом храме, были святыми людьми и соответствовали своему высокому назначению. Но во времена второго храма многие первосвященники покупали свою должность за деньги. Во времена второго храма все было по-другому. Значит, 410 лет просуществовал первый храм, и за 410 лет в первом храме служили 12-13 коинов, а во втором храме оно существовало 420 лет, и там работали больше 300 коинов. Значит, в большей сложности был один коин, который проработал там 80 лет, был другой коин, который работал там 40 лет, было еще 15, еще 12. А остальные коины, когда уже оставшиеся годы взять, каждый коин даже не служил год. Они тот же год, когда заходили туда, так как были недостойны, они покупали это место за деньги, тот же год они умирали, потому что нельзя было заходить в святые святых обыкновенному человеку. Даже если коин, у него должны были быть все качества, он должен был быть мудрецом, значит, он должен был исполнять миссвод полностью чистым, но так мы видим, эти люди не были, не соответствовали вот этим качествам. Качества, без которых животное не годится в жертву. Значит, не все животные можно принести в жертву. Даже те животные кошерные, которые мы говорим, что баран, коза, корова, быка или голубей, то они должны были полностью целыми и здоровыми. Значит, есть определенные вещи, которые их делают непригодными для принесения в храме. Чтобы быть пригодными для жертвоприношения, животное должно удовлетворять нескольким требованиям. Оно не должно иметь телесных изъянов. Один из грехов, повлекив за собой разрушение второго храма, были без причины ненависти. Один богатый человек пригласил к себе, значит, звали его друга Камса, и послал он своего, значит, человека, чтобы пригласить его друга Камсу на пир, а его друг пошел пригласил Баркамсу. Он перепутал их и пригласил Баркамсу, а оказывается, Баркамса был его врагом. Но Баркамса про это не знал, а этот человек его ненавидел в своем сердце, что нельзя держать ненависть на своего брата. И этот человек пришел, когда он увидел своего врага за своим столом, он сказал, встань и уходи. Тогда тот человек не хотел опозориться, там было очень много людей, тот тоже был очень уважаемым человеком. Тогда он сказал, давай я то, что покушаю, я заплачу за него. Но он сказал, я не хочу, чтобы ты присутствовал за моим столом, встань и уходи. Он предложил все застолья, значит, за его счет, что он заплатит за все, чтобы он не прогнал его. Тогда человек позвал своих людей, там охранников, и вышел на этого человека Баркамсу на улицу. И он был очень обижен, и там были мудрецы, и там были великие люди, никто ничего не сказал. И он пошел, доложил властям, он хотел, значит, мстить евреям, пошел, доложил властям, что евреи, значит, возмунтовались, они устроили бунт. Тогда император сказал, что давай проверим, и он сказал императору, пришли жертвы, пошли в храм жертвы, посмотреть твою жертву, они примут или нет. Если примут, тогда они не взбунтовались, если не примут, значит, они взбунтовались. Значит, в храме можно было принести жертву даже за другие народы. Если другие народы тоже присылали жертву, то эту жертву можно было принять, если она, значит, соответствовала всем требованиям Кашута. Значит, этот человек взял, привел быка в храм, и по дороге он изувечил, значит, губу этой коровы. Это было такое увечье, что с таким увечьем нельзя было принести эту корову в жертву. Значит, коины посмотрели, проверили, нашли это увечье, и они понимали, что будет действие, если они не примут эту жертву, не принесут эту жертву. Они думали о последствиях, там были разные предложения. Они предложили принести его одноразовую, такого быка в жертву, ради сохранения мира и спокойствия. Тогда один сказал, если мы сейчас принесем его в жертву таким образом, люди подумают, что можно животных с увечьем принести в жертву, и это войдет в обычае. Другой сказал, тогда давай убьем человека, который принес его, и император не узнает, таким образом мы принесли в жертву или нет. Тогда звали его Раби Захария, что если мы сейчас убьем этого человека, люди подумают, что человек, который принес негодную жертву, тогда он подлежит смерти, и никто не будет приносить от страха жертву в храм. Каждый раз, когда какое-то решение находили, Раби Захария находил какой-то повод, и в итоге они не приняли эту жертву, они дали этому человеку, и он взял обратно, император увидел, что на самом деле евреи взбунтовались, и послал своих, значит, солдатов, свою армию, в итоге после этого происшествия разрушили храм. Из-за этого случая разрушился храм. В Талмуде написано прямо, что из-за камса и бар камса разрушился храм. На самом деле проблемы были еще глубже. Почему он изувечивал именно губу коровы? Потому что люди уже были в то время очень плохие, они много плохого говорили. И даже те мудрецы, когда увидели вот такой случай, несправедливость, они ничего не сказали. Они могли бы протестовать мудрецы, которые были за этим застольем, чтобы этого человека не изгнали, чтобы к этому не привело. Но мудрецы тоже знали, что уже общество разлагалось, общество уже испортилось. Даже если не этот случай, будет другой случай, в итоге храм разрушится. Поэтому они не предприняли ничего такого, в итоге разрушился храм. Вот это значит одно только увечья, к чему привело. Там было много, нельзя было там храму, там каких-то, ну законов много там. Дальше идем запрещение резать скотину ее детеныша в один и тот же день. Значит, у нас есть закон, нельзя чтобы, например, когда мы режем корову, и его детеныша в тот же самый день резать. И по сей день этот закон действует и существует, если мы четко знаем, что эта корова и это детеныша, это детеныша этой коровы, не имеем права обеих резать. Можем резать одну, а следующую порезать на завтра или другой какой-то день. Запрет на хилюлашем, осквернение божественной имени. Нельзя осквернять имя Бога. Всевышний заповедовал мое святое имя не без чистите. Всеевреи, женщины и мужчины должны избегать осквернение имени Всевышнего в любой следующих ситуациях. Если кто-то приказывает еврею, либо ты поклонишься идолам, или совершишь убийство, или согрешишь вступив в одно из запретных интимных отношений, либо я убью тебя, то должен выбрать смерть, но не приступать к запрету. Если он соглашается нарушить запрет, то оскверняет имя Всевышнего. Еврея обязан жертвовать жизни только в тех случаях, когда от него требуется нарушить запрет на кровопролитие, идолопоклонство и кровосмещение. Три вещи, когда еврей, он не должен, значит, принимать это, когда заставляет его кого-то убивать, или кровосмещение, или поклоняться идолам, в таком случае он обязан отдать свою жизнь и не делать это. А другие вещи, которые более такие мягкие, есть моменты, когда, скажем, он не среди многих людей, а, скажем, один на один или два человека заставляет его какое-то нарушение сделать, то он может это нарушение сделать, не отдать свою жизнь. Если присутствует десяти совершеннолетних еврейских мужчин, нееврей приказывает еврею нарушить любое из заповедей Тора, то он должен предпочесть смерть, но не приступить к запрету, ибо в этих особых обстоятельствах он публично осквернил бы имя Всевышнего. Значит, мы помним хану, когда во времена второго храма, когда разрушали храм, у него были семь сыновей, и тогда император, чтобы сломить еврейский дух евреев в присутствии всего народа, он призвал старшего сына этой женщины, сказал, поклонись мне, тогда он сказал, лучше я умру, перевел стихи из Торы, тогда его умертвили. И позвали второго сына, и сказал он, что поклонись мне или ты умрешь, тогда он тоже отдал свою жизнь, пока не дошли до самого младшего сына. Когда самый младший сын подошел, император уже видит, что никак не получается, не может заставить их поклониться ему. Он сказал, я бросил свое кольцо, как будто уроню его, и ты поднимешь его таким образом, как будто люди подумают, что ты поклонился мне, но на самом деле ты просто поднимешь кольцо, поклонения не будет. Тогда он тоже привел стихи из Торы и сказал, лучше смерть, чтобы люди все равно подумали бы, он поклонился, это бы перед глазами людей было бы осквернение имени Всевышнего, на самом деле бы он этого не делал. Но мы видим, что то, что люди подумали бы, из-за этого он отказался, и его тоже убили. Тогда хана тоже с крыши сбросился, умерла. Перед тем, как сброситься с крыши, он говорит последнему сыну, что иди скажи, значит, царе ты одного сына принесла в жертву Исхака, а я целых семерых. Во времена религиозных преследований, когда официальный указ запрещает евреям выполнять всю Тору целиком или отдельные ее заповеди, еврей должен жертвовать свою жизнь ради избежания любого греха. Даже если десять взрослых евреев при всем не присутствует, и таким образом его прегрешение не будет считаться публичным. Например, когда после разрушения второго храма религии запрещали евреям выполнять заповеди, или когда требовали испанские трибуналы, испанские инквизиции, требовали от евреев приступить Тору, еврею приходилось жертвовать своей жизнью во избежание осквернения божественного имени, которое произошло бы, совершив он этот грех. Еще два типа грехов включаются в категорию осквернения божественного имени. «Когда еврей грешит даже приватно, не потому, что его одолело искушение по единственной целью разгневать Создателя нарушением его воли. Он срамит честь Всевышнего в своих же глазах». Это делали некоторые цари во время первого храма, они специально делали какие-то грехи, чтобы специально, значит, злить Всевышнего. Великий мудрец по имени Рав сказал, «Если я купил у мясника мясо и не заплачу ему сразу же, то я оскверняю ему Всевышнего». Рав был знаменитым человеком. «Если бы он не отдал деньги сразу, то мясник мог бы заподозить его, что он пытается вовсе уклониться от уплаты. И это ослабило бы его уважение к мудрецам». Более того, мясник мог бы взять с него пример, решив, что раз даже такой великий человек, как Рав, легко относится к запрету «не кради», то ему тем более разрешается его приступить. Раб Юханан говорит, «Я осквернел бы божественное имя, если бы кто-либо увидел меня праздногуляшим, а не погруженным в Тори, или не облаченным в Тфилини. Люди не поняли бы, что я плохо чувствую себя, а решили бы, что занятие Торы не столь важно, раз даже такой известный мудрец не посвящает им все свое время». Значит, еще это зависит от самого человека, на каком он уровне, он кто в обществе, от этого тоже зависит, насколько он, когда какие-то поступки делает, «Оскверняет, не дай Бог, имя Всевышнего». Знаю то, что Рабы Ихванан сказали, что в Тифлини и в Толите, раньше люди ходили весь день в Тифлини и Толите. Не как сейчас, что только во времена Шахарита, одеваем мы в Толите и Тифлини, молимся, и потом его мы снимаем. Нет, весь день люди ходили в Толите и в Тифлини. Вот об этом он говорит, если бы его увидели без Толета и Тифлина, ходящих, тогда подумали, что так можно делать. Значит, у нас потом идет Шаббат. Прежде чем рассказать о празднике, Тара упоминает, что мы должны соблюдать Шаббат. День покоя после шести дней работы. И в этом главе написано, что Теасы, Шаббат сделается. Мы в других местах сказали, что есть Таасы сделай, есть Теасы сделается. И сделается это, говорится, что человек соблюдает субботу, а его дела все сами по себе сделаются. Почему о Шаббате говорится раньше, чем о праздниках? Между Шаббатом и праздником есть одно важное отличие. В то время как святость каждого седьмого дня была раз и навсегда провозглашена Творцом на небесах во времена Сотворения Мира, день, на который во времена Храма приходились праздники, менялся от года в году. Начало нового Вивельсего месяца провозглашается Верховным Судом по показаниям двух надежных свидетелей появления новой Луны. В соответствии с этим определяется дата праздника. Кроме того, Сангедрен мог добавить к году лишний месяц. Всевышний заверил нас в том, что какой бы день Сангедрен не объявил праздником, это решение будет одобрено им на небесах. Сегодня у нас установлен календарь. Во времена Второго Храма мудрецы уже увидели, к чему катится мир. И они для нас составили календарь до 6000 лет. Но до этого, когда существовал Храм во времена Храма, значит, по календарю ничего не делали. Обязательно должно было быть два свидетеля, которые каждый месяц приходят и объявляют, что они увидели новую Луну. И по свидетелю этих свидетелей тогда уже определяли, что вот это новый месяц, это начало нового месяца, и в таком-таком-то времени уже попадают праздники. Даже если они по календарю, скажем, по день праздника, скажем, получается 15-го или 14-го, они определили это по-другому, то Тора говорит, что как они определили, так и должно быть. Но сегодня Храма нету, поэтому мы идем полностью по календарю, уже не берем в расчет свидетельства, потому что нет суда. Может возникнуть впечатление, что осквернение праздника не такое уж серьезное нарушение, поскольку день, на который он выпадает, определяется человеком. Чтобы мы так не думали, Тора помешает повеление о шаббате и праздниках рядом друг с другом, дабы дать понять, что осквернение любого из них одинаково значит недопустимо. Только в празднике разрешается зажигать огонь от зажженного огня, чтобы готовить охиль нефиш, охиль нефиш это еда, чтобы приготовить еду, можно значит зажигать огонь от зажженного до праздника огня. Вот это различие между шаббатом и праздником, а другие законы, как субботы, такие же в празднике нельзя их нарушать. Значит у нас здесь в этой неделе голове дается праздник Песах, потом приношение Омира, значит чтение сифрата Омира, то что мы делаем сегодня, потом праздник Шавод, праздник Шавод и праздник Песах, можно сказать, что они дополняют один другого. У нас в Суккот есть Шмени Асерет, это восьмой день, который не относится к Суккот, называется Шмени Асерет. А Шмени Асерет, праздник Песаха, восьмой день праздника Песаха, значит называется Шавод. Шавод это в каком-то степени продолжение Песаха, потому что в Песах мы вышли из Египта, а в Шавод получили мы Тору. Суккот, праздник Суккот, Рошашана и Йом-Кипур. Значит еще два особых закона, касающихся хуления Всевышнего. В этом недельной голове мы видели, что выходит один человек и проклинает имя Всевышнего. Если еврей приносит, поносит всемогущего, то применяются два особых закона. Всякий, кто слышит богохульство, должен разорвать свои одежды, как если бы он оплакивал близкого человека. Равшакей, военачальник царя Ашура и еврей верооступник, послан был в Иерусалим, чтобы убедить еврейского царя сдаться Ассирисом. Вместе с другим посланцем Равшакей стал под стенами Иерусалима и стал поносить всемогущего. Он кричал евреям на их языке, «Не уповайте на заверение царя Хискияу, что Всевышний спасет вас, и что град сей не будет предан в руки царя Ассирисского. Разве боги хоть от одного из других народов избавили свою землю от руки царя Ашура? Разве боги Хамоса и Арпада, Сфарваима, Ирны и Ивы и всех прочих стран избавили свои земли от войск ассирийских, «Что Всевышний спасет от них Иерусалим?» Вот такими словами поносил Равшакей царя и хотел убедить их сдаваться. А Ассирия была тогда державой, сильной державой. «Народ хранил молчание, ибо царь Хискияу повелел, чтобы никто не смел отвечать. Но они разорвали свои одежды, когда услышали, как Равшакей хулит всемогущего, уподобляя его божествам прочих народов». Когда царю донесли про богохульственные речи, произносимые ассирийским военачальникам, он тоже разорвал свои одежды, покрыл себя рубище и отправился молиться в храм. Он послал своих людей к пророку Иешаяу, дабы узнать Слово Божие. Иешаяу сказал им, «Не бойтесь богохульных речей царя Ассирийского, изрекаемых этим военачальником». Всевышний говорит, «Получит он послание, что Тирака Саркуша вышел сражаться с ним. Он оставит Иерусалим и вернется в свою землю, где падет от меча». Когда суд судил богохульника, применялась особая лоха. В конце следовательства все выходили, кроме судей и свидетелей, ибо свидетели должны были повторить хулу слово в слово. «Услышав слова поношения, судьи раздирали свои одежды, затем следовал особый обряд. Каждый судья вместе с одним из свидетелей совершал возложение рук на голову преступника. Это символически означало, ты сам навлек на себя смертный приговор. Вина целиком на тебе». Они как бы извиняли себя за то, что им пришлось повторить и услышать богохульство, и возлагали за это вину на преступника. Смерть богохульника уничтожает и осквернение имени Божьего, содеянное им. Вот таким образом наказывался богохульник, мы видим в этой недельной голове, когда выносит человека по слову Бога, и его казнят за то, что он проклинает имя Всевышнего. Значит, кто может проклясть имя Всевышнего? Настоящий еврей никогда, ни за что, он не может, не дай Бог, не дай Бог проклясть имя Всевышнего. Почему? Мы можем это дать примером таким. Был один еврей во времена, значит, средневековья, он был отступником, он не любил евреев вообще. Все зло, что можно сделать евреем, тем более религиозным, он делал. Он сильно мучил еврейский народ, и его власти, значит, назначили его на пост, и он мучил евреев, не давал им покоя, иногда даже убивал, и никто не мог устоять перед ним. Даже сами другие люди евреям столько зла не делают, как этот сам еврей. Однажды собрали всех евреев в синагогу и хотели этих евреев сжечь. Это, вот эту историю я заново расскажу, я вспомню, эта история была во времена нацистов, это не было средневековье, поэтому заново эту историю дам. Значит, настоящий еврей никогда не может Всевышнего хулить или ругать. Это можно увидеть из истории во времена, когда немцы убивали евреев. Они это делали по спискам, они определяли, кто еврей, кто не еврей, кто в роду у них был евреем. И был один еврей, который тоже, он работал с властями, он был даже хуже, чем немцы, он тоже преследовал евреев и убивал их. Значит, когда пришли нацисты, уже конкретно у них была задача истребить всех евреев, и они сделали список, собрали всех евреев в синагогу, и все поняли, зачем их собирают туда, они, значит, хотели собрать их там и сжечь заживо. Тогда этого еврея тоже захватили, и этот еврей кричал, орал, что вот он не из них, он, несмотря на то, что там по каким-то может быть документам евреев, но он тоже как немец. И они сказали, какой ты же немец, у тебя здесь документы для родителей, там все евреи. А они не смотрели, какой этот еврей, если этот еврей, там в роду бабушка, дедушка, прадедушка, и обязательно убивали. Тогда его тоже занесли в синагогу, все равно он кричал, орал. И тогда ему сказали немцы, давай сделаем так, если ты на самом деле не еврей, тогда докажи это. Он сказал, хорошо, докажу. Тогда вынесли из Аарона кодекс сифиртору, открыли и сказали, давай оскверняй сифиртору. Когда он увидел сифиртору, он сказал, я этого делать не могу, я ни за что этого не сделаю. Тогда немцы свалили его и, значит, убили прямо на сифирторе. И остальных людей они отпустили, когда услышал Рав, что такое было сделано, сказал им, что заверните этого человека в сифиртору и похороните его с сифирторой, потому что человек осветил имя Всевышнего. Мы видим, что какой бы еврей не был, какой бы он злодей, но когда дело доходит до Всевышнего, до Торы, еврей не может осквернить Тора или, не дай Бог, ругать Всевышнего, если, конечно, у него весь кровь еврейская. Вот это наша недельная глава ИМОР. Шаббат шалом! Худокумок!